Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Итак, Андрей, вот по вашей информации, что действительно могло произойти вот с этим вот Державиным, потому что в российских пабликах пишут, что он мог подорваться на собственное мине, а в СБУ рассказали, что судна были атакованы морскими дронами с экспериментальным вооружением. Ну, версия по мине, она была с самого начала. В общем-то, потом действительно представители СБУ подтвердили, что это был дрон, который использовал какой-то новый вид оружия. По всей видимости, действует это оружие под водой, и действительно атаке подвергся вот этот патрульный корабль Павел Державин. Причем подвергся дважды. Сегодня спикер ВМС это подтвердил. Значит, ну это было на внешнем рейде, я так понимаю, что там находился дрон, приписывают это все к дрону этому Си-Бэби, Малюк так называемый. Но, видимо, сейчас он сработал не в режиме камикадзе, а в режиме платформы для другого оружия, по всей видимости, которое действует под водой. Это может быть какая-то торпеда, возможно. Но дело в том, что при взрыве под водой, это такой взрыв гораздо более опасен для корабля, для корпуса корабля, чем, например, взрыв на поверхности. И там, и там, конечно, идут разрушения корпуса, но под водой там еще влияет вот это вот именно та сила удара, которая создается именно взрывом на водной среде. И плюс там более высокое давление воды, которое обеспечивает более интенсивное проникновение воды в пробоину. Значит, знаем, что действительно при заходе в порт, значит, Павел Державин получил в кормовую часть, каким-то таким оружием подводным. Вот, значит, была у него повреждена винта рулевая группа, это, в принципе, и российские паблики признают. Вышел к ему на, как бы, на помощь вот этот буксир Николай Муру. Он тоже был атакован, он тоже был поврежден. Вот, каким-то образом, значит, через буквально два дня Державин, видно, оценили его повреждение и решили, что его необходимо ремонтировать, ну, я так понимаю, в Новороссийске. И на выходе он опять был атакован, вот, опять же, дроном, видимо, и опять получил повреждение. После этой атаки он, в принципе, все равно же своим ходом, очень небольшим, проследовал в районе Новороссийска. Сейчас он находится, видимо, уже там, там его будут ремонтировать. Вот, ну, в общем-то, подытоживая, хочу сказать, что, видимо, был использован новый метод, значит, на основе дрона Камикадзе. Но сейчас это оружие, оно используется в подводном положении, это значительно затрудняет противнику его обнаружения. Вот, и поэтому, в общем-то, я думаю, что это не последний случай на рейде Сеостополя. Получается, что Россия, в принципе, не способна защитить свой флот? Ну, против такого оружия сейчас нет, но, в принципе, есть средства подводного обнаружения, есть гидроакустические станции, которые могут это обнаруживать, но я не уверен, что они есть на всех кораблях российских. И, ну, сделать это сложнее, чем, например, обнаружить вот высокоскоростной катер, который двигается по морской поверхности, там можно использовать и средства, и оптического познавания, и технические. Вот, а под водой эта уже история становится гораздо сложнее. Поэтому, ну, теоретически, возможность такая есть. Фактически, я очень не уверен, что она сейчас доступна для Черноморского флота, для кораблей Черноморского флота. Как вообще отражается она, вот, логистика перемещений возле Крыма Черноморского флота России, вот, под постоянной угрозой удара дронами, теперь уже и подводными дронами, беспилотниками, ракетами? Что, как, что вынуждена предпринимать Россия в этом случае? Ну, смотрите, во-первых, еще год назад Россия начала передислоцировать свои корабли из Севастополя в Новороссийск. Ну, известно, что, в принципе, Севастополь был главной базой, но и в ней базировалось, ну, я так думаю, наверное, процентов 90 кораблей всей Черноморского флота, может быть, 85. После того, как начались удары беспилотниками, воздушными, морскими, россияне начали перебазировать часть своих сил в Новороссийске, и рассредотачивать корабли по пунктам базирования в Крыму. Сейчас в Новороссийске находится где-то третья часть кораблей, подводных лодок. В основном это новые корабли, носители ракет-калибров, это все новые подводные лодки. Вот, их там три единицы сейчас, в общем-то, осталось, боеспособных. Одна из них, кстати, находится там на ремонте. Но, тем не менее, две трети кораблей находятся в Севастополе. Но это корабли старшие, это корабли, которые были построены еще в советское время. Но они также используются ими для блокирования вот этих основных путей морских коммуникаций через центральную часть Черного моря, которые использовались в мирное время, значит, для транспортировки грузов в наши порты украинские. Вот, поэтому, ну, а, и, кстати, элемент штабной Черноморского флота тоже небольшой, был передислоцирован уже год назад, фактически, в Новороссийск. Ну, и плюс они предпринимают, конечно, меры безопасности, усиливают свои мероприятия по обнаружению возможных дронов. Вот, ну, например, сейчас, фактически, уже два месяца вдоль побережья Южного Крыма находится, ну, порядка, каждый день до десяти кораблей прикордонные. Это пограничные службы, и они, ну, ФСБ, которые осуществляют наблюдение за водной акваторией. Ну, опять же, смотрят, значит, по наличию вот этих морских дронов, которые могли бы идти в сторону Крымского моста. Авиация к этому тоже задействуется. Есть системы, ну, и патрули такие, которые осуществляют наблюдение, ну, на суше. То есть, в общем-то, такие мероприятия они проводят, но наши военные постоянно ищут такие слабые места. И вот прошлой неделе этому подтверждение. Британская разведка утверждает, что Россия вывела из Крыма часть флота и вряд ли пойдет на новую торговую блокаду. Как вы считаете, разделяете ли вы этот оптимизм? Возможно ли при нынешней обстановке торговая блокада флотом Российской Федерации? Ну, понимаете, флот, дело в том, что они не так используют флот. Флоты действительно там, они очень, как бы, сейчас аккуратно относятся к этому, потому что можно поймать такой дрон. Но блокада флота обеспечивается также авиацией, которая базируется в Крыму, и береговыми ракетными комплексами. Это комплексы БАВ и Бастион, которые стреляют ракетами Оникс и Ха-35. И вот они, в принципе, простреливают всю северо-западную часть Черного моря. И если корабли, если сюда гражданские будут идти в центральной части, то там возможности защитить их не будет. У нас есть возможность сейчас, ну, в общем-то, защитить их в пределах наших территориальных вод, если они идут вдоль побережья западного, вот территориальные воды Турции, Болгарии, Румынии, потом в наши. Там, в принципе, я так понимаю, такая возможность сейчас есть. А если они пойдут через центральную часть, то там, ну, могут быть атакованными. И так было в начале войны в феврале-марте прошлого года. Поэтому тут, как бы, ну, частично я разделяю эту позицию. Но я хочу добавить, что, опять же, блокадные действия обеспечиваются всеми силами ударными. Авиация, надводные корабли, береговые системы, которые базируются на непотопляемом авианосце Крым сейчас. Окупационные власти вот недавно отчитались о полном восстановлении Керченского моста и теперь могут поддерживать, продолжать поддерживать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины. Означает ли это, что Керченский мост – это снова приоритетная цель для вооруженных сил Украины? Ну, да, дело в том, что вот эти военные грузы все, военное обеспечение, это и техника, и личный состав, это боеприпасы, это номенклатура тыла, они поставляются в Крым, как раз через Керченский мост. Ну, и часть вот этого оборудования, оно идет уже с Крыма туда вот на южные области Украины, которые сейчас оккупированы. Вот, но если брать вот при Азове, вот на вот этот коридор, который соединяет сейчас Крым с Коснодарским краем, то через него перебрасывается примерно 75% грузов. Поэтому так важно, в общем-то, сейчас при Азове вернуть под наш контроль. А 25% грузов на оккупированные территории, как раз, ну, вот военных грузов идет через Крымский мост. Поэтому это два таких очень важных грузов, важных артерии, я думаю, что, ну, они в плане, в военных планах наших военных для того, чтобы, ну, дальнейшего освобождения оккупированных территорий. Спасибо, Андрей. Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины, был с нами, стратегический эксперт компании «Соната». Мы обсуждали то, как Черноморский флот России пытается спасти себя, в том числе передислоцируясь в Новороссийск, и о том, что Керченский мост теперь, опять-таки, снова приоритетная цель для вооруженных сил Украины. Спасибо. Спасибо.